Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы продолжаем с вами говорить о важных темах в предмете основы политологии и социологии. И тема нашего сегодня с вами общения – это методика социологических исследований. Тема номер пять. Эта тема включает следующие вопросы – методы социологических исследований, программы социологического исследования и также основные методы сбора и анализа информации. Методика социологических исследований отвечает на вопрос, как провести исследование, с помощью каких методов. Соблюдение требований методики обеспечивает научный уровень исследования, повышает надежность его, вызывает доверие к исследованию потребителей социологической информации. Первое, с чего начинает социолог исследования – это составление программы. В программе излагается обоснование проблемы исследования, формулируются цели, задачи, рабочие гипотезы исследования, определяется объект исследования, выборки и методы проведения. То есть программа – это своеобразный путеводитель по тому, как будет проводиться исследование. Это своеобразное научное слово, на которое будет проводиться социологическое исследование. Рабочие гипотезы – это предположение ученого о возможных закономерностях изучаемых явлений. Гипотезы нужны для правильного и точного составления исследовательских документов, например, анкет. С помощью исследования социолог проверяет гипотезу, то есть либо подтверждает гипотезу, либо опровергает ее. Гипотезы бывают двух видов – сущностные и факторные. Сущностные гипотезы раскрывают содержание исследуемых явлений. Факторные гипотезы – это предположения о причинах неисследуемых явлений, а факторах, взаимодействующих на динамику изучаемых процессов. Существуют методы опроса, наблюдения, анализа документов, статистика, социальный эксперимент, социальное моделирование. Каждый из этих методов помогает по-разному изучить социальные явления и процессы. Объектом исследования, как правило, является то сообщество, которое согласно целям интересует социолога. Например, объектом исследования может выступать молодежь. Если изучается общественное мнение населения по какому-либо вопросу, то объектом может быть все какое-либо взрослое население какой-либо страны. Все лица, входящие в объект исследования, именуются генеральной совокупностью. В социологическом исследовании, как правило, опрашивают не всю генеральную совокупность, а только ее часть, которую именуют выборкой. Итак, выборка – это та часть генеральной совокупности, которая состоит из конкретных единиц наблюдения в данном исследовании. Размер выборки определяют с помощью теории вероятности. Например, статистический минимум выборки – это 30 человек. При изучении общественного мнения страны можно использовать выборку 1200-2000 человек. При масштабах города – 500-800 человек. Для изучения отдельных трудовых коллективов иногда делают выборку в количестве 10% от общего числа работников. Более точно выборка вычисляется по специальным формулам. Важно не только определить размер, но и состав выборки. Существует несколько способов определения состава респондента. Все эти способы нацелены на репрезентативность выборки как таковой. Репрезентативность или еще ее называют представительность выборки – это соответствие социальной и демографической структуры выборки в структуре генеральной совокупности. Гипотетически, если в генеральной совокупности 40% пенсионеров, 20% молодежи, 50% женщин, и 30% рабочих, то такое же соотношение процентное должно быть и в репрезентативной выборке. Самый надежный способ – это выборка по месту жительства. Делается она следующим способом. Социолог задается шагом выборки, например, числом 10. Делается это, берется определенная улица, выбирается каждая 10 улица, на этой улице выбирается каждый 10 дом. Если дом на одну семью, то выборка заканчивается. Если дом многоквартивный, то берется каждая 10 квартира. Опрашивается по желанию один человек из семьи. Опрос случайных прохожих на улице считается ненадежным. В некоторых случаях при необходимости программа может содержать пакет программного обеспечения, обработки информации на ЭВМ. Методы исследований выбираются в соответствии с характером изучаемой проблемы. К таким программам можно отнести ряд программ, среди которых очень активно сегодня используется такая программа, как SPSS Statistics. Итак, методы опроса. Существует несколько разновидностей. Наиболее распространенным является анкетный опрос с помощью вопросника. Следующим вариантом, тоже не менее распространенным, является интервью, то есть заранее запланированные беседы с респондентом. Социолог беседует, задавая вопросы по ходу этой беседы. В маркетинговых социологических исследованиях часто используют такой метод опроса, как фокус у группа, когда обсуждают желаемые потребительские качества будущего товара и в группе гипотетически из 30 потенциальных покупателей. Социальная статистика тоже представляет своеобразный метод. Анализируя статистические данные, сопоставляя их по годам, регионам и другим показателям, социолог может сделать важные выводы. Еще один метод – анализ документов, который был впервые использован такими социологами, как Флориан Знанецкий и Уильям Томас в их совместном труде «Польский крестьянин в Европе и Америке». Под документом в социологии понимается любая зафиксированная информация в газетах, журналах, письмах, телевизионных радиосообщениях и т.д. Количественная и качественная обработка документов именуется в социологии «контент анализом». В тексте документа выделяются слова, фразы, фрагменты определенной тематики. Затем социолог подсчитывает чистоту данных фрагментов текста и на основании этого делается вывод о степени внимания общества к той или иной проблеме. Еще один метод – это метод наблюдения. Он может быть включенным, когда социолог включается в деятельность общества и наблюдает исследующие его процессы как бы изнутри, сам принимая в них участие. И может быть невключенным. И включенное наблюдение предполагает дистанцирование социолога от изучаемого явления на основании взгляда, так сказать, со стороны. Но включенное и невключенное наблюдение имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые являются обратно пропорциональными. Например, при невключенном наблюдении, когда социолог наблюдает со стороны, он объективен, то есть, как правило, не теряет объективизм, но не может изучить крайне детально то изучаемое явление. И при включенном, соответственно, социолог очень хорошо и детально изучает социальное явление, однако ему по истечении какого-либо времени может быть присущ субъективизм. Еще один метод – это метод социального эксперимента. Выделяются два сообщества. Одно из них контрольное, другое экспериментальное. Социолог, меняя либо какие-либо параметры в социальной группе, исследует эффект такого взаимодействия. Также существует метод социального моделирования. В математической количественной формуле описываются некие социальные явления, а затем с помощью ЭВМ имитируют изменения этих явлений, включая тот или иной параметр. Анкета и также анкетный опрос – отдельный метод. Анкета – это опросный лист, имеющий определенную структуру. Анкета имеет название и введение. В введении, как правило, обосновывается информация о целях исследования, кто проводит исследование, краткая инструкция о способе заполнения, указание на то, что анкета анонимна и желательно краткая, вежливая формула с благодарностью корреспондентам за участие в анкетировании. Источником вопроса являются задачи, которые ставит перед собой социолог, рабочие гипотезы, пожелания заказчика, который может показывать свои желания в анкетировании, вопросы из анкет, ранее проведенных аналогичных исследований. В конце анкеты содержатся вопросы о социально-демографических признаках респондента, то есть своеобразная паспортичка. В нее респондент обязательно должен вписать свой пол, возраст, образование, род занятий. Благодаря этому паспорту или паспортичке можно будет составить социально-демографический портрет респондентов, то есть кто участвовал в данном анкетировании. Далее типы вопросов. Существует открытый вопрос, который не содержит готовых ответов, то есть вопрос и место для ответа, где респондент сам вписывает то мнение, которое он считает важным написать при ответе на этот вопрос. А также существует закрытый вопрос, который содержит заранее подготовленные ответы. Респондент должен выбрать один или несколько вариантов из данного вопроса. Также существуют альтернативные или развернутые вопросы. Альтернативный вопрос требует ответа «да» или «нет». То есть здесь как бы третьего не дано. Развернутый вопрос содержит несколько вариантов ответа «да», «нет», «может включать вариант «не знаю», «может включать вариант «затрудняюсь ответить»» и так далее. Шкальный вопрос позволяет измерить интенсивность силы, степень важности того или иного варианта ответа. Шкала может выглядеть в виде предложений, типа «в большей степени», «в средней степени», «в небольшей степени». Все эти методы позволяют собрать социологическую информацию, которую потом математически обрабатывают и на основе них делают выводы и конкретные рекомендации. Вообще конкретные социологические исследования позволяют получить отражение реального состояния социальных явлений и процессов в обществе. Также выявить имеющиеся противоречия и тенденции развития социальных отношений, дать прогноз социальных ситуаций, определить оптимальные пути взаимодействия на тенденции общественного развития и разрешения противоречий, осуществлять общественный контроль за состоянием дел в различных сферах общественной жизни и осуществлять обратную связь. Таким образом, можно сделать общее резюме, что социологическое исследование – это система логически-последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью – получить объективно достоверные данные об изучаемом социальном процессе или явлении для их последующего использования в практике. Социологические исследования имеют довольно богатую историю и дают довольно-таки богатую информацию об изучаемом объекте или явлении. Сегодня мы с вами узнали о основных методах, методиках социологического исследования, его структуре. Необходимо, конечно, применять полученные знания на практике и проводить социологические исследования, которые помогут узнать суть проблемы и решения, которые возникают в социуме. Продолжение следует...